Вы официально можете поздравлять, документы поданы. Вы один из первых губернаторов, кто выдвигается на предстоящие выборы 17 сентября. Для вас это второй срок. Что это значит? Почему приняли такое решение? Прежде всего, это решение партии, решение нашего областного отделения «Единая Россия», конференция. Второй этап сегодня прошел. Были мои коллеги, однопартийцы. И это очень ответственная миссия, это очень ответственное решение, которое нами было принято, моими однопартийцами. И для меня это очень большая ответственность, прежде всего. Хотел бы сказать, что очень благодарен президенту Российской Федерации, правительству Российской Федерации за поддержку, которая оказывается региону. И сегодня стоят очень амбициозные задачи. И то, что было сделано в предыдущие пять лет, мы это расцениваем как только подготовку, создание условий для уже комплексного и такого масштабного развития нашего региона. И прекрасно понимаем, что сегодня стоит задача вывода устойчивого нахождения региона в лидерах Центрального федерального округа, в лидерах общероссийского рейтинга экономического развития. Ну и, конечно же, наше местоположение, то, что Днерская область является центром России, является историческим центром России, то, что мы расположены в ключевой зоне, где находятся недалеко две крупнейшие агломерации. Мы видим, какой приток гостей у нас, особенно в эти последние два летних периода, практически численность нашего населения увеличивается практически в два раза. И это, конечно, на нас накладывает определенные обязательства, и мы должны развивать регион с учетом наших гостей, которые прибывают, и для того, чтобы наши жители могли себя чувствовать комфортно, иметь рабочие места, иметь заработную плату, доходы. И все приоритеты нашей работы, и дальнейшей, и предстоящей работы, и той, которая сегодня есть, полностью соответствуют решениям президента Российской Федерации. Это демография, это молодые многодетные семьи, это образование, это здравоохранение, это новые рабочие места, это повышение производительности труда, это развитие инфраструктуры, это развитие промышленности, экономики в целом, строительства. Поэтому это основные приоритеты, которые обозначил президент, и будут нашими ориентирами в выборной кампании, которая полностью соответствует уже стратегии развития нашего региона на ближайшие пять лет. Игорь Михайлович, последний раз в выборах Тверской области, в выборах во второй раз, еще в 99-м году, то есть в прошлом веке, сейчас вы уже идете на вторые выборы. Можно ли сказать о том, что в Тверской области была политическая стабильность? Вы знаете, оценку такую давать не мне, это оценка, которая дается экспертами. Я думаю, что главное, чтобы у нас была экономическая, динамика экономического развития. Потому что политика, это и есть концентрированное выражение экономики. И если есть устойчивое развитие экономики, то, соответственно, будет и стабильная политическая ситуация. Но я больше все-таки ориентируюсь на то, чтобы у нас была стабильная демографическая ситуация, демографическое развитие, потому что наличие позитивных трендов демографии определяет и политическую стабильность. И говоря сегодня о будущем Тверской области, прежде всего, я хотел бы тоже, пользуясь случаем, обратиться к нашим гражданам, что мы исходим именно из стабильности демографического развития. И экономическая стабильность, экономическое развитие, оно неразрывно связано именно с демографией. И когда есть и экономика, и демография, то политическая стабильность, мы полагаем, будет обеспечена на долгие годы. И Тверская область, это, еще раз хотел бы сказать, исторический центр. Мы отмечаем вот уже в этом году День города Твери, скоро будет, который является столицей Тверского края. Это практически мы приближаемся к 890-летию города. Поэтому с такой большой историей нам просто необходимо обеспечить и политическую, и экономическую, и демографическую стабильность. Игорь Михайлович, на настоящих выборах ожидается ли вы серьезной конкурентной борьбы на постгубернаторах? Конечно, конечно, ожидаем. У нас очень серьезный регион, он престоличный регион. И мы понимаем, что без внимания наши конкуренты нас не оставят, поэтому относимся к ним с уважением. Мы считаем, чем более конкурентные выборы, тем более сильнее кандидаты, тем, мне кажется, более серьезные требования и к самим будущим руководителям. Игорь Михайлович, сказали уже про планы, про амбициозные задачи, тем не менее, спрошу, идете на второй срок. Самая простая задача, которая вам предстоит решить на вас? Демография. Это, безусловно, демография, потому что задача распределена во времени, и в отличие от дорог, строек, просто экономики в целом, а демографию вот одними деньгами не решить. Это условия, это ментальность, это состояние общества, это в конечном итоге глубинные ощущения наших граждан, которые верят в завтрашний день, и которые хотят, чтобы их дети жили в престижном регионе, чтобы они имели хорошую инфраструктуру, имели образование, имели здравоохранение, имели городскую среду, имели спортивные, культурные сооружения. Вот, я думаю, это самое сложное, значит, демография. Игорь Михайлович, вы последние пять лет так хорошо изучили область и современное положение дел, и историю, культуру, пожалуй, лучше, чем многие родившиеся здесь. Конечно, малой родиной не назвать, но, тем не менее, такое создает впечатление, что Тверская войска стала для вас все-таки той родиной, о которой вспоминаешь каждый день, думаешь, болеешь за вернию. Абсолютно правильно. Я думаю, что ни один российский гражданин не может не любить сердце России, потому что Тверь – это история страны, это история России. И сегодня, работая на территории, и впоследствии, я думаю, что многие люди, которые здесь работали, побывали, они уже, наверное, не могут оторваться от Тверского края, потому что это очень гостеприимные люди, это очень хорошая природа, это очень глубокая, интересная история, это сохранение культурных традиций. Но все-таки основное богатство – это люди. Поэтому, если говорить про себя, то я считаю, что это не просто высокое доверие, я считаю, что те люди, с которыми мы общаемся, и с кем мы тут работаем, и с кем мы проводим культурные мероприятия, спортивные события – это практически одна общность. Я не могу сказать, что это одна семья, но это уже очень близкие по духу люди, и мне очень приятно, что у меня есть возможность с ними трудиться, общаться, и вот проводить культурное и спортивное такое время. И я думаю, что те, кто, может быть, еще не побывал в Тверской области, не почувствовал людей, им это еще предстоит понять, что это очень добрые, очень надежные люди.